здравствуйте здравствуйте дорогие друзья наконец-то мы с вами встретились на этом разборе как много мне пришло ваших просьб разобрать и ну для шина вон и в общем то это неспроста вы чувствуете что здесь есть подвох и вы не поверите какой подвох я здесь нашла дело в том что перед нами сейчас произошла произошел акт можно сказать продаж через возражение и сейчас мы прям пошагово пройдем по этим возражениям да почему это но можно сказать что новый вид продаж вообще перед нами сейчас произошло не то что не интервью вовсе это было намного глубже и намного серьезней перед нами сейчас произошла можно сказать революция в продажах потому что наши боли наши возражения наши скептические замечания были сразу на корню уничтожены да и вот это вот можно сказать что новый вид продаж который прошел неплохо но у вас остался осадок у вас осталось сомнение почему все так гладко почему все ну вот именно тогда да потому что это все впаривание и втюхивание вот и вот почему понимаете у нас уже сразу на бессознательном уровне вот это сидит что когда нам начинают впаривать и втюхивать мы сразу у нас включается защитный механизм я вам сейчас покажу на что именно у вас включился этот защитный механизм ну что давайте приступим уже к разбору и здесь будет ну вот пошагово пошагово мы сразу но можно сказать будет будем такой мини-экскурс в продаже проведем да и заодно будем учиться продажам потому что каждый из нас ну даже находясь в отношениях даже находясь каких-то дружественных отношениях даже не обязательно продавать кому-то что-то но всегда мы находимся в состоянии продаж и покупок то есть нам продают мы продаем и и это всегда происходит в обычной жизни да и первый момент первый первое правило лучше всего заходят продажи через истории давайте смотреть давай расскажем сначала кто ты и почему я тебя пригласила к себе на интервью кто такая инна тляшинова и на тляшинова эта девушка которая из деревни как ломоносов дошла до москвы видите как хорошо она вплела но первое что он это история история всегда очень хорошо заходит поэтому американцы которые в продажах уже много собак съели они всегда рассказывают все свои но они всегда продают через истории и вот здесь тоже самое происходит но смотрите как это грамотно происходит во-первых присоединение что я такая же как и вы я родилась там где-то в деревне да кроме того как ломоносов это неспроста ребята вот эта история она очень грамотно подобрана до ломоносов это но герой да в наших умах в исторических документах до ломоносов это тот кто так стремился к знаниям что пришел пешком и покорил покорил всю россию до стал известным так вот вот это присоединение присоединение а вот это отсылка к такому авторитету сразу ставит ее на тот же уровень понимаете отсылка к авторитету и не забывайте элемент истории успеха вот этот успешный успех который все американцы ну вот любую любого продажника успешного взять но тот же тони робинсон он же рассказывает истории всегда на всех своих этих как выступлениях да у него одни сплошные истории через эти истории он доносит свою мысль поэтому первое правило успешных продаж это рассказывайте истории за год покорила москву создала крупнейший онлайн образовательный проект в снг ну и прочее бла-бла-бла которое мы с вами слушали в течение там сколько полтора часа или больше ну то есть понимаете продажи продажи и продажи с первых слов дальше следующий секрет продаж через конфликт да ну я даже скажу что не через боли не а именно через конфликты почему через конфликт потому что эмоции хорошо заходят да значит но следующий момент который она ну можно сказать этот номер один написала возражение но давайте посмотрим ну как то вот знаешь я я почувствовал что я стал осуждать этих людей которые обучают тому как нужно жить я понимаю что те совет рекомендации которые они дают смотрите какой хитрый ход да сейчас так много продаж сейчас все впаривают и втюхивают но я не такая я решила что я знаю секретный секрет я принесу вам этот секретный секрет на блюдечке и он вам точно подойдет понимаете вот то есть она сразу как бы сказала я вас понимаю она присоединилась к нам да я понимаю что сейчас так много обмана надо но я не такая я нашла супер продукт они как бы ну не помогут человеку да просто останется неким знанием я себе взял вопрос то есть вот это пожимание плечами она даже в общем то и не знает помогут не помогут главное сейчас ей донести эту мысль что они не помогут да ну то есть и дальше смотрите облизывание губ и но что это значит и на как взять эту конфетку да и на если ты считаешь что-то не очень классно а можешь лучше иди передействуй и вот теперь к этому мы пришли 350 тысяч человек в прошлом году прошли бесплатные тренинги онлайн форматы и 11 тысяч человек обучились профессионального к но а про цифры которые продажники очень успешно вплетают свое выступление это еще один элемент продаж мы еще чуть дальше об этом поговорим да но в воронку продаж и на смогла затянуть 350 тысяч человек в общем то хорошо молодец значит рекламный отдел у нее очень хорошо работает но это не говорит о том что это действительно кому-то помогать это говорит лишь о том что ее рекламный отдел хорошо поработал да а поэтому здесь вот эти вот цифры которые приводятся обычно продажниками да они работу просто их надо очень хорошо фильтровать в данном случае конечно же тут фильтр очень сильно уместен адам и смотрите что она сделала она обесценила конкурентов с позиции потребителя да то есть сказала но сейчас все подряд все подряд продают до отбила возражение то есть сейчас много вот этих продаж успешного успеха да но я продаю нечто другое да и еще и закрыла это как бы возражение вот этими цифрами можно сказать припечатала а цифры всегда работают очень магически в продажах поэтому если вы хотите кому-то что-то продать в конце концов придумайте какие-то цифры вполне возможно что эта цифра тоже придумано они никто не знает да ну да подлинно насколько эта цифра достоверна и вообще она ни о чем не говорит понимаете это лишь говорит о том сколько денег она вложила для того чтобы втянуть в свою воронку продаж определенных людей понимаете то есть вот здесь вот ну как бы это просто статистика которая нужна ей для продаж а вовсе не нам для покупок понимаете вот что самое главное что надо уяснить когда идут вот эти вот активные продажи фильтруйте очень сильно фильтруйте надо ну и говоря про продукт естественно она облизала губы конечно и это интересно но это понятно что пришла она сюда не для того чтобы рассказывать о себе не для того чтобы объективно дать нам какую-то информацию а чисто для того чтобы прорекламироваться не знаю вот насчет алены я ну до последнего хотела думать что ну она как бы просто пригласила да вот на волне блиновской да но вот последний ее пост конечно меня очень сильно выбил из колеи но я к этому подойду а да давайте дальше смотреть следующий секрет успешного успешных продаж а это значит задавать открытые вопросы то есть смотрите как это происходит вот прям на ее примере мы можем учиться продажам ребят вот вот просто шикарные гости вот с точки с этой точки зрения досмотрите ты себя считаешь инфо цыгане конечно хорошо кто тогда инфо цыгане кто такие инфо цыгане ален кто такие инфо цыгане я у тебя хочу спросить видите видите как она отфутболила вопрос на который она если бы она начала на него отвечать она бы сразу поставила себя в ущербное положение да она бы поставила себя в положении отвечающего да поэтому очень грамотный ход с точки зрения продажника открытые вопросы пожалуйста обратно да вот ответьте вы мне лучше пожалуйста да вот и получается что она как бы себя попыталась снять вот эти обязательства да и переложила эти обязательства на собеседника и самое главное собеседнику предложила ответить открыто то есть видите это не просто как что значит открытые вопросы это те вопросы на которые предполагается непростой ответ да или нет не знаю да а именно вот такой развернутый вдумчивый ответ вот это вот и есть еще одно правило успешных продаж задавайте открытые вопросы а дальше следующее правило продаж давайте смотреть у тебя есть профессиональное образование психолога конечно них четыре но видите как она отвечает ну во первых она конечно замерла напрягла подбородок да но дальше пошла вот прям буром да ну вот наблюдаем да как она отвечает первое образование юридическое когда его получала я вот как тут маму вот дальше уже расслабилась уже пошла по своей колее это видимо она неоднократно на этот вопрос отвечала и научилась уже уже там и ломоносова приплетает но как надо сначала дар 100 на дону дошла из своей деревне юридическое что за университет но и смотрите получается вот она работа с возражениями но первое это не спорить да ну то есть у вас там вы можете это делать конечно а потом уже знаете какое у меня был такой бизнес полиграфический когда мы начинали мы абсолютно не знали как и что делается и к нам приходит клиент ну и все клиенты были с разными запросами а у нас там оборудование было только там под один какой-то запрос они приходят ну это салон полиграфии да им например надо сделать печать а мы не знаем как их делать да но он спрашивает вы делаете печати мы говорим да конечно делаем он оставляет ну задание да а мы судорожно на компьютере ищем как это делается вот этот первоначальный этап нашего бизнеса был именно такой потом мы конечно же все научились делать и уже это но было смешно даже вспоминать да но на начальном этапе мы не говорили слова нет с любой с любым вопросом с которым приходил клиент мы говорили да конечно вот как сейчас и надо и что она сейчас нам сказала вот если вы пересмотрите интервью это будет просто забавно у вас есть образ образование психолога то конечно и перечисляет 4 образования которые абсолютно не психологически надо она там работала преподом это с ее слов да она там ну что-то делала да но она не психолог понимаете да конечно а потом когда уже так анализируешь и понимать а подождите это это наверное я что-то не так понимаю да но если стаки с таким уверенным видом человек сказал что да конечно то уже ему на 50 процентов хочется верить понимаете и уже то что там какие-то непонятные выводы делает наше сознание да мы уже это блокируем мы думаем новую мою не будем же мы всю картинку портить как знаете наше сознание она работает очень грамотно если не хватает каких-то элементов в пазлах да вот мы как бы собираем пазлы если этих элементов не хватает то мы как бы их видим ну просто просто вот так вот она тем более если с таким уверенным видом говорят да то есть получается не спорь и с уверенным видом говорит все что угодно да вот как помните фильме москва слезам не верит главное врешь да ну ври уверенно да говоришь глупости говори уверенно вот это как раз и есть еще одно правило продажи и волшебство частички до волшебство кивания да вот этого согласия сначала да а потом человек просто подумать да я наверно неправильно понял но раз мне в начале сказали что да конечно она есть да то почему почему я так думаю что я не услышал на образование психолога да потому что его нет да и смотрите еще одна хитрость а вот по работе с возражениями сейчас еще например вот задавай вопрос что тебя беспокоит у тебя лично и все время хочешь узнать что меня меня беспокоит один за что делают эти два ассистента например если они с нами ты задаешь вопросы и предлагаешь мне рассказать о картине ли о духах рассказать как они пахнут но видите она просто вот это это работа с возражениями да она сразу обесценивает то что задает вопрос вот человек да получается есть задают вопрос этот вопрос если он неудобен его лучше обесценить до его лучше довести до абсурда но зачем на него отвечать и это же поставит меня неловкое положение да ну и соответственно делайте выводы до из этого значит а следующее но это у нас было четвертое правило сейчас пятое правило надо прощупать боли боли покупателя более возможного клиента да вот это вот тоже такой очень хитрый приемчик продажников и если вас начинают вот при беседе очень сильно интересоваться какими-то вашими делами да какими-то вашими переживаниями это повод насторожиться давайте посмотрим как это делает и на соленой когда ты приходишь на интервью к профессионалу да а как я слышала что ты супер профессионал номер один смотрите сразу поставила планочку такую да то есть в начале интервью она закинула такую удочку то есть я ожидаю от тебя что ты супер профессионал что ты будешь задавать только удобные вопросы да но алёна конечно ей палец в рот не клади она откусит поэтому в этом плане конечно же она просчиталась и дальше она уже нам покажет свои свои зубки да это понятно но опять таки понимаете вот она сразу обозначила определенную планку ниже которой она будет она будет оценивать да она будет оценивать и тем самым она надстраивается как только она начинает оценивать она над вами да но это вот продажники если вы продаете то старайтесь вот эти вот оценки каким-то образом но опять таки это тоже опасно вот например как соленая она она это сразу чувствуют да она не дает настраиваться да и она отфутболивает вот эти все вещи вот эти все ожидания это понятно но вообще часто это очень хорошо работает с людьми ведомыми это ареночка какая мне квантовая журналист альон ты все позиционируешь номер один я пришла узнать все так это или нет я виде видите как она теперь она уже теперь упрекает тем что она наделила ее сначала определенными качествами да ты журнал ты будешь у меня сейчас журналист номер один да а потом слышно я тебе дала вообще-то такое звание отчеты меня сейчас разочаровываешь да вот что она говорит да и такая сразу понимаете вот это вот оценочность очень сильно работает но для этого конечно надо много тренироваться перед нами человек очень хороший продажник вот и все расстановщик никакой продажник вот именно очень хороший да почему я так говорю по поводу расстановщика и вообще вот этой всей штуки которую она делает я посмотрела что она с ксении собчак сделала вы знаете ребят если вам нужно нужно разобраться в себе с помощью расстановок идите лучше вот даже в интернете найдите без всяких рекомендаций много психологов это делает и цены там будут около 5000 вам сделают намного лучше намного качественнее не то что вот там притянуто за уши было у ксении собчак настолько все не совпадало на это даже таксении я не знаю сколько и за это заплатили но она сидела и понимала какая же это лажа вот реально и ну по ее лицу было видно можно это даже разобрать да но ладно бог с ним просто просто я знаю что такое расстановки да я была там на расстановках я видела как работают люди которые работают по хеллингеру а здесь вот какая-то полу ну как наполовину что-то взято да что-то используется да что что-то чуть-чуть работает и это продается в 3 дорого вот вот она система ну ладно бог с ним здесь уже даже не об этом речь о том как это ну получается что здесь перед нами идут продажи да и что значит получается я жить я же на тебя возложила эту миссию давай теперь соответствуй пожалуйста да я теперь понимаю я начинаю сомневаться вообще в тебе полностью видите с презрением говорит да я начинаю в тебе сомневаться презрение это односторонняя улыбочка такая и видите как она уже так типа я разочаровалась в тебе ты ты совсем не такая хорошая как я думала видите вот вот ее лицо в замедленной съемке то есть получается она пытается она пытается давить да вот только получила какой-то неудобный вопрос сразу подавлю пока так до пешки ногами вперед что это был а потом попыталась сесть на своего конька левая нога видите ли не понравилось да это мама да видите ли у тебя проблемы с мамой то есть вот эти вот оценки оценки сначала я тебе дала медаль потом ты ей не соответствуешь потом да ты вообще больная да у тебя там проблемы ну то есть вот это вот все навешивание каких-то своих ожиданий навешивания своих наград или отбирание тех же самых наград которые ты навесила а потом еще и отбирание собственной самооценки да ну вот и и самооценки собеседника да получается да у тебя вообще проблемы что-то пришла тут не вопросы задавать мне такой проработанный значит у тебя левая нога вперед я ждала я ждала у тебя задергался палец нету что это обозначает ли освечный правую просто ты вот когда я тебя нападал эти ты левой защищаешься бессознательно ты лишь мамы и защищаюсь от твоих нравоучений ну да конечно ну вот вот такие вот штуки да конечно тоже очень хорошо работают но это надо знать да и вот перед нами продажник который вполне нормально этим оперирует и в общем то это ее вот ее конек да а ну и что доведение до абсурда да вот эти навешивания ну вы поняли да следующий фрагмент следующее правило а это уже шестое побольше умных слов таких чтобы человек подумал о какой умный специалист давайте смотреть то что я делаю то чему я обучаюсь основывается на квантовой механики квантовой механики если внимательно почитать если ты почитал они про расстановки квантовой механик у тебя проще было бы сегодня мне задавать вопросы ну да конечно побольше тумана ребята побольше вот этих вот загадочных слов оля специалистов вообще побольше этих терминов до таких непонятных человеку будет неловко переспросить да ну и вообще он подумает да я наверное не читал наверное там действительно есть ответ на мой вопрос вот эти вот уходы в сторону не что иное как манипуляция и квантовая механика не квантовая механика чистейшие расстановки по хеллингеру причем очень топорные очень упрощенные в общем никакие да а значит нет конечно я знаю что этот метод работает но он не панацея кстати тоже вот в расстановках в тех же самых по хеллингеру да вам показывают проблему но с этой проблемой надо работать вот еще что очень важно потому что показать это одно но человеку очень много придется еще работать об этом она не говорит она ну там много-много таких тонкостей которые конечно же у хеллин ну вот в расстановках по хеллингеру там много предварительных каких-то вещей которые про из делают заместителями да там много-много чего она не доделывает и я думаю что у хеллингера это не просто так про из ну вот там согласие даются и так далее то есть там много-много всего того что и на считает ненужным да ну может быть может быть ей так видней но по стоимости как бы консультации конечно же это очень дорого за то что она делает а так значит что следующий момент побольше умных слов побольше тумана до следующие теперь вот магические цифры до цифры это просто знаете вот в продажах это то что надо это работает на очень большой очень хорошо работают именно цифры да эти цифры никто не может проверить это знаете и тут можно писать все что угодно и можно там не знаю что вы там будет у вас будет успешный успех на тысячу процентов и никто этого не докажет обратного понимаете вы можете писать все что угодно говорить все что угодно давайте послушаем и вот теперь к этому пришли видите сглатывает и кашель то есть вот это вот информация немножечко но скажем так притянутая за уши вот что хотелось бы в этом плане сказать потому что как нашему телу не нравится говорить неправду понимаете наше тело сопротивляется неправде и поэтому блокируются ну речевые какие-то функции до блокируются с помощью сигналов тела с помощью эмблем эмблематические оговорки то есть ну либо мы начинаем не туда уводить ну то есть тело не любит врать почему она не любит врать потому что любое вранье предполагает то что это надо запомнить воспроизвести в любой момент добавить туда какие-то еще элементы которые ну тоже опять-таки придумать эти элементы нужно запомнить возможно каких-то участников еще подговорить чтобы эти участники хорошо отыгрались то есть то есть любое вранье это стресс для организма того который врет и в данном случае вот это покашливание напрямую говорит о том что но она не до конца в это верит не до конца это правда да это отчасти правда отчасти это ну какая-то цифра не совсем из потолка взятая но не не то что ну как бы на самом деле 50 тысяч человек в прошлом году пришли 350 тысяч человек прошли и знаете я могу кстати смело утверждать тоже про себя один факт я я посмотрела у себя на youtube канале у меня там 12 миллионов просмотров да я могу сказать что 12 миллионов людей не важно что кто-то посмотрел несколько видео и так далее но я могу сказать что 12 миллионов просмотров это значит что 12 миллионов людей я помогла а почему нет понимаете вот идут вот из этой же области то что она настроила воронку продаж и настроила туда приток клиентов то это не говорит о том что она им помогла она просто дала свой контент который в воронке продаж сначала дается бесплатный контент это еще одна хитрость маркетинга вообще ребята изучайте маркетинг и вот и вот это вот все становится как как это как белый день вот вот все что она говорит вот прям пошагово идут продажи да вот в продажах как раз важно наладить большой поток клиентов в воронку продаж и какие-то из них становятся уже покупателями после того как получают какое-то количество бесплатного продукта ты бесплатные тренинги онлайн форматы и 11000 человек обучились профессионального категория горжусь собой тем что 350 тысяч человек которые посмотрели бесплатный материал смогли наладить от наш видите как она хорошо продает вот она говорит что бесплатно просмотрели 350 тысяч человек и дальше идет описывать более своих покупателей то есть вот эту цифру она уже в контексте более да и вот каждый из слушателей здесь может найти какую-то свою боль и тем самым войти опять-таки в эту воронку продаж из которой выходят покупатели что они смогли выйти замуж смогли сохранить семью где уже есть дети да и кстати проговаривает как раз самые востребованные боли для того чтобы опять-таки нам с вами впарить и втюхать это вот чистейшие продажи понимаете вообще я в шоке дальше следующий фрагмент следующее правило ну то есть это было у нас седьмое правило а дальше да вот и описывать своего покупателя бить и в его боли да вот проговаривать ну то есть с помощью цифр подготовить удобную статистику продажи 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 и продажи вот именно в боли покупателя знаете вот как пушку настроил и вот видишь цели да и в них бить получается именно по более потенциальных покупателей да то есть нас с вами следующее конечно же повышать ценность продукта ну куда без этого да то есть по болям мы ударили давайте теперь по продукту пройдемся у них у всех разные или например нет отношений у это у этого одинаково всегда индивидуальны почему я за то чтобы не как бы я не делал разборно а за то чтобы люди обучали сделать разбор кто ищет ребят потому что я объясню с точки зрения маркетинга потому что наладить воронку продаж намного проще и она будет работать без участия ну самого автора до воронка продаж это намного выгоднее чем делать даже дорогущий разбор вот эти вот расстановки разборы да у нее называются но неважно все равно это одно и то же да так вот конечно же воронка продаж это выгодней и поэтому ей удобнее направлять всех в эту воронку продаж да представьте вот допустим посмотрев это интервью даже пять человек захочет да они принесут ей там допустим по миллиону пусть там 5 миллионов а если воронку продаж бесплатно зайдет намного намного больше людей и они выйдут уже ну вот пройдя эту воронку многие из них заплатят там какие-то деньги я не знаю сколько стоит ее обучение но принесет это прибыли намного больше и поэтому конечно же это выгодней это выгодней и соответственно она бьет именно на это да то есть она большее количество людей может таким образом охватить завести в эту воронку и дальше уже с ними работать до в воронке уже это база клиентов которые потом и на другой продукт могут пойти им можно там дешевле какой-то продукт ну то есть там работой с ними уже понимаете вот это вот расширение рынка сбыта тут тут все очень грамотно просчитано с точки зрения маркетинга поэтому не потому что ей надо этот инструмент дать да конечно она даст этот инструмент а потому что ей это удобнее и это принесет больше денег ответы на свои вопросы потому что сегодня у тебя одна ситуация завтра другая нашим видите оперирует она именно болями клиента да то есть она оперирует не с точки зрения своей своего удобства до что она там допустим вот эти вот продажи через воронку продаж они вообще в принципе без специалиста идут и идут продажи да она даже может не отслеживать этого а вот здесь вот получается что она оперирует не тем что ей это выгодно а тем что выгодно потенциальному клиенту получается что именно потенциальный клиент получит выгоды ну то есть у него сегодня одна беда завтра другая и он сможет это решать понимаете очень грамотный ход с точки зрения именно маркетинга зрителям что им почитать вот такого важного рекомендации на пляже ну что лучше всего если не почитать пособие по воспитанию детей у меня есть 100 правил 100 пунктов по пособия по воспитанию детей она абсолютно бесплатно каждая мамочка монтажный кто нет лишнего ты себя порекомендовал смотрите какой точечный удар по всем мамочкам сейчас все мамочки могут ломануться и войти в эту воронку продаж то есть она сказала что это у меня бесплатно но оставьте свои контакты вот это вот эти есть маркетинг ребят вот сейчас вот это вход в воронку продаж был сейчас перед нами произведен а то есть оперируем выгоды клиента сводим к более выгодному для себя варианту но оперируя выгоды именно клиента все сводить к своему продукту ведь алена у нее задавала вопрос по поводу того что почитать да может квантовую механику бы она предложила почитать но зачем ей чтобы мы все прочитали эту квантовую механику и ничего не нашли из того что она сейчас вот умничала да мы скажем а где где тут написано но я лично не читала квантовую механику в общем то не могу ничего сказать возразить но я думаю что если я даже прочитаю ее то вряд ли я там найду ответ на те вопросы которые она здесь озвучивает потому что квантовая механика это не совсем не то чем она работает работает она именно расстановками по хеллингер у причем упрощенными да значит воронка это сначала естественно бесплатно ну а дальше я уже кручу верчу как как хочу да уже как бы выход за деньги да вот такая вот схема у нас а дальше следующий секрет это у нас девятый секрет давайте смотреть ну ты знаешь очень плохо что в нашей стране принято осуждать успешных людей вот если ты кому-то сразу решила что я осуждаю я просто уже знаю и уже три раза назвала тебя тем кем я назвала на видите колени потирает на то есть гордиться собой да это про гордыню то есть ну и ей не очень нравится ход беседы видеть поддерживает себя поддерживает что вы не я сейчас буду подписывать и ждешь все что теперь я буду тебя нахваливать ты меня уже послала позиция вообще-то раз я не говорю отношения предназначения все я знаю что ты решаешь проблему здоровья бесплодия допустим или людей с онкологическими заболеваниями ты об этом рассказывал когда я начала делать разбор и я же смотрите как она уже нетерпеливо сидит уже наклонилась вперед да вот как бы готова уйти и опять продолжает все сводить к ценности продукта изначально занималась у себя там регионе с чиновниками да и я работала в службе занималась чиновниками не без образования представляешь мне не было псих вы смотрите как она хорошо это об сама сейчас получается признала то что она в начале соврала в начале интервью она сказала да конечно у меня есть образование психолога а сейчас говорит да я вообще без образования проводила свою деятельность получается вот она и прокололась в общем то да что касается смотрите как она хорошо выводит к волшебной пилюли вот это вот тоже очень удобный такой способ продаж да вот еще один одна хитрость продаж то есть купи этот продукт и у тебя проблема в жизни закончится полностью да все проблемы рассосутся русское образование без патента на методику я как-то это дело представляешь просто в тайне в тихо реца там по чуть-чуть и у них стал очку это получается мисс ну да то есть я дала им волшебную таблетку полюбуйтесь мной там откидывание волос вы заметили да ну то есть все как надо все вот прям по продажам то есть дай волшебную пилюлю вот моя методика да неважно какое у меня образование вообще неважно и чья эта методика да ну вот то что я делаю это вот прям волшебная пилюля для каждого вообще если даже чиновники да еще отсылка к авторитетам да то есть даже чиновники они же не глупые они же умные да то есть они были моими клиентами но тут вот в каждом в каждом слове идут продажи понимаете что меня ну вот что я хочу донести тут тут сплошные продажи да не слова без продаж следующее десятое правило не говори источник а то пойдут и возьмут вот тебя же называют мастер разбору но ты используешь в своей академии в своих методах известны совершенно метод разборов хеллингера это кажется на первый взгляд и нигде об этом видите как она кстати ногой она отталкивает тоже при этом смотрите напряглась на на первый этаж только на первый взгляд да и вот меньше эмоций и ногой отталкивает ногой правой значит папе папе говоришь но по ее системе да получается папе говоришь папа я же молодец я же все правильно делаю не упоминаешь мужчина часто в эфирах я говорю я не обучаюсь никогда расстановка ну от того что она не читала книгу как она сейчас утверждает это не не говорит о том что она нигде не могла еще взять эту информацию она могла просто посмотреть видео там какое-то но тогда действительно не удивительно что такие упрощенные у нее методы расстановок да но это расстановки ребят это это реально расстановки но очень сильно упрощенные да и смотрите при этом держит руки между ног а это как раз и говорит о том что она достаточно зажата в этом моменте в этом вопросе да и когда она говорит она задвигает руки еще глубже смотрите вот сейчас вот 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 видите видите она еще дальше к себе придвигает то есть это говорит о том что она не уверенно себя чувствует а почему бы потому что она знает что это действительно так да видите вот если пытается жестикулировать но это очень жесты очень сжаты да и они между ног то есть она прячется она она в домике я обучилась расстановкам и создала бы улучшенную версию расстановки я бы сказал ребят я обучилась расстановкам теперь я считаю что губы облизала то есть до расстановки все таки для нее конфетка нужно делать по-другому улучшено и вот я улучшила метод пожалуйста назвала его мастера сборов покупаете да потому что с точки зрения авторского права если ты прочтешь мою книгу перескажешь ее своими словами то авторство будет принадлежать тебе если ты может быть знаешь не знаешь я не знаю если то есть подожди если я решила пересказать художественное произведение какое-то и выпустила это под своим именем то что это право принадлежать видите да да и тебе мне вот точно такая же как у меня немного качнула в сторону а не знаю но юридически до юридически она подстраховалась узнала это естественно естественно когда ты нарушаешь что-то авторское право ты смотришь эти границы за которые не надо заходить но и в общем то а почему сейчас она так подкованного да потому что знает что это очень как что что это действительно есть расстановки по хеллингеру как это обойти вот пожалуйста она подстраховалась узнала на это лишний раз подтверждает что действительно это так и есть смотри я не обучалась растам видите и кивает не обучалась расстановка я не проходил обучение как делать расстановки я была усе видите не знаю качает головой то есть она все-таки обучалась расстановкам но неважно был у нее учитель или она как-то по литературе но она этот метод изучила понимаете это очень важные моменты а то что она сейчас говорит что это она все придумала но и дальше делает юридическое уточнение то есть это концептуальная избыточность называется когда человек на всякий случай дает больше каких-то как доказательств до которые в дальнейшем будут использоваться возможно в суде хеллингера как у было огромного количества экспертов то есть она была у хеллингера просто посмотрела как он сам наверное работает да ну естественно если ты берешь методику то надо изучить хотя бы это этого человека который эту методику придумал то это это логично это нормально да только вот сейчас ненормально вот так вот но нет но с другой стороны с точки зрения маркетинга это правильный ход да не говори источник иначе источник же дешевле дешевле проще лучше но вот видите здесь я это не выгодно и она этого не говорит но конечно же вот то что мы с вами видели вот эти вот много оскорблений там вот как бы ее выходов из себя это все было сделано опять таки с целью продаж почему потому что ну кто будет смотреть просто какую-то инут ли ашинова большинство из нас вообще не знал до того как она там вышла в интервью я кстати про блинов скую тоже особо не знала вообще не знала вот сейчас только выходят они интервью смотришь и думаешь боже мой как такое бывает но рекламные бюджеты вот эти вот схемы разные до что их рекламируют блогеры и так далее вот эти звезды да когда их рекламируют действительно они работают и это люди которые просто нашли такую фишку до что можно через блогеров продвигаться можно через рекламные какие-то находки да так вот для того чтобы мы все посмотрели это интервью надо создать больше интриги конфликта больше эмоций даже в какой-то степени будлячество вот это все я когда смотрела вот даже когда она там посылала алену куда-то да она с улыбкой это делала почему да потому что это было для нее это это ее особо не цепляла это был элемент шоу вот и все давайте посмотрим что ты такая двух лично не соглашайтесь на интервью с бюджью инфо цыгане я знала что ты подлый человек еще в рожу мне плюнь мне хочется не только плюнуть тебе в лицо не хочется просто стать и уйти блиновская инфо цыганка начинает сомневаться вообще в тебе полностью что вы не поделились лены неприятно когда тебе говорит говно у тебя есть профессиональное образование психолога ну ты сука блин вообще как вы лечите людей просто цучара просто вообще очень похожи на сетевой маркетинг ты хочешь вести беседу так как ты чему что ты у меня на интервью они являются давай просто расскажем чем ты занимаешься и почему это стоит так дорого алена иди будешь меня обзывать выгоню да пожалуй да но это все хорошо разыгранная акция потому что но никто не ушел в итоге никто никого не выгнал просто по посылали друг друга просто так немножечко по по перебрасывали словами при этом не было тут никакого конфликта на самом деле это все было четко спланировано для того чтобы мы смотрели шоу поэтому я и не хотела разбирать вот этого всего вот этой показухи которая она была чисто для того чтобы увеличить просмотра но кстати посмотрите по показателям в общем-то просмотров они особо не увеличили даже невзирая на то что ролик там закрыли на какой-то день потом его открыли опять я не знаю вот какая-то схему знаете возня какая-то машина с этим роликом происходило я просто сидела и наблюдала думаю что дальше будет вот еще один момент который меня просто сразу вот когда я даже смотрела ну вот я на на быстрой скорости обычно смотрю вот эти вот отзывы это просто трэш ребят я бы поинтересовалась не стала вам скрины делать по можете сами там яндексе в гугле забить отзывы это стоит где-то тысячу рублей что ли ну вот от 1000 до рублей за каждый отзыв и посмотрите я ну вот много факторов говорящих о том что вот эти женщины которые дают отзыв они явно актрисы вот которые там за тысячу ну пусть даже за пять тысяч но это это просто но причем актрисы но не успешные потому что так прокалываться давайте смотреть вчера я на этих скандинавских палках еле-еле доползла до кухни моему удивлению не было предела когда а а где удивление ребят я просто встала и видите а удивление нет радости нет вот представьте если вы встали да с каких-то там скандинавских палок или чего там какие у вас будут эмоции ребят будет как минимум удивление а еще у меня было бы было бы радость я бы как-то более эмоционально но здесь конечно же а зачем эмоции выдавать да то есть убежал у меня был диапа побежала и где здесь опять удивление да здесь вообще тоже очень интересно агнас гипотариоз диагноз у меня этот ушел сейчас я препараты не принимаю чувствую себя великолепно видите да что в общем-то я ей не верю напишите кстати вы отзывы вот по этим трем отзывикам а вот это лицо я не знаю я где-то ее видела ребят вот поищите вы я не знаю как то в интернете мне кажется можно искать лица да и вообще вот я думаю что всех этих персонажей которые вот в отзывах у нас сейчас мы увидели мы найдем на сайте где актеры предлагают свои услуги но вот этот вот это лицо я где-то я ее видела я не знаю почему у меня такое четкое ощущение именно на нее возможно где-то еще отзыв какой-то она оставляла либо много отзывов но вот где-то я ее видела она тоже вот то есть уникальную методику сегодня из больницы уже стоит официальный диагноз что у меня и миссия ну то есть но не верю я ни одной из этих девушек женщин да и мне кажется что вот лица прям знакомые не пойму откуда я их знаю да ну вот напишите мне в комментариях может вы их тоже где-то видели вот кстати обращаюсь к вам поищите вот эти лица они где-то есть вот сто процентов это это не настоящие отзывы это не люди которые исцелились это не люди которые пережили какую-то болезнь это люди которые просто за определенное вознаграждение наговорили определенные слова вот и все надо ну конечно они включили какие-то эмоции но не хватило нужных эмоций не хватило в основном удивление мне не хватило она как бы вот так вот да и самое ну вот можно сказать завершающий этап ради которого можно сказать я так долго выжидала я так долго не делала этого разбора и ожидание мое вознаградилась ну вот после чего конечно же в отношении алены как-то я не знаю не хотелось бы мне разочаровываться но вот такой вот пассаж с ее стороны мне не понравился когда она фуде заболела горло она пошла естественно к инис который они там песочили друг друга до какое-то время конечно же для поддержания интереса теперь уже учитывая то что якобы скептик да вот якобы скептик такой пришел к тому кого он разоблачал и получил волшебную пилюлю ну ё-моё ну конечно для продаж это действительно очень хорошо но для людей здравомыслящих это подстава подстав ребят но но не бывает так если бы у алены действительно болело горло но вот я с точки зрения потребителя да ну я понимаю что и на ей это все как бы бесплатно до сделала потому что и не интересно получить рекламу да и не бесплатно наверное и на ней заплатила за это просто потому что и не в масштабах вообще полный ну вот вот и все всей этой истории ей выгодно чтобы вот такой скептик исцелился с ее помощью и конечно же завершающим штрихом стало именно это якобы исцеление но почитайте кстати этот пост который написала алена она очень обтекаемо его написала очень такие слова которые можно трактовать двояко как бы особого восторга она здесь не описывает но все-таки она демонстрирует вот этого исцеленного скептика и тем самым можно сказать ставит завершающую точку на продажах вот они пожалуйста продажи которые мы с вами получили за собственное как сказать за собственное время до которое мы рассчитывали узнать что-то о человеке а узнали мы в итоге о продукте который оказывается нам всем подходит и нам срочно надо в эту воронку продаж запихивать свои e-mail и оставлять свои контакты для того чтобы и на для ашинова процветала и дальше вот такие вот хитрые продажи это кстати я считаю что вот эти продажи это ну можно сказать продажи будущего потому что но напрямую в лоб продавать как бы не так интересно а здесь смотрите какая интрига какие повороты да вот все учтено все грамотно вот прям знаете такой мо машина махина которая вот сметает все всех скептиков можно сказать собирает в одну кучу и направляет в эту воронку ребят не ведитесь на эти воронки да кстати я там посмотрела и на в ответочку присылает разные разборы поэтому с нетерпением жду разбора себя поржем вместе обязательно если это произойдет да люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока